Смотри, для того, чтобы активировать мне для тебя Арави, я должен сделать ряд предварительных настроек. Это поставить судно в позицию, где мы будем откатывать упражнение, связанное с Арави. Плюс непосредственно объект Арави мне надо добавить в задачу. Я поставил его с правого борта судна. И дальше надо делать ряд настроек. Каких? На раме Арави Вейкл, самого Арави, у нас будет с тобой гидроакустический буй. Поэтому мы должны в софте указать, что мы активируем данную опцию, что PR буй будет доступен на этом Арави. Я присваиваю ему код, например, B15. И на плотере DP-станции мы будем видеть, что именно буй B15 является мобильным и привязан якобы к раме нашего Арави. После этих настроек мы идем с тобой непосредственно к нашему DP-интерфейсу. Пошли. Естественно, мы передаем контроль на DP. С кормы, да, контроль на DP. Далее, когда контроль у нас на DP, обозначена станция, будем работать на этой станции. Активируем с тобой трастера, как обычно, да. enable all, все трастера в работе, я перехожу в джойстик, подключаю систему определения позиции. И в целях объяснения, без ожидания, перехожу сразу в автопоз. Ну, ты знаешь, да, что надо поработать, например, полчаса, убрать скорость и так далее. У нас сейчас в фокусе момент, связанный с Арави. Пока судно тормозит, мы делаем с тобой ряд преднастроек. Во-первых, должна быть подключена в состав DP-оборудования HPR-станция или гидроакустическая станция. Далее, доступные для обозрения буи, например, B15, вот он с атрибутом мобильный, уже отразился на нашем флотере. И теперь, простая настроечка. В меню автопоз открываем follow target. И говорим, что бикон B15 привязан на раму Арави или установлен на раме Арави. Добавляем его в список выбранных буев. Настраиваем reaction radius. Это тот радиус, на который будет выходить setpoint судна. Таким образом, что судно никогда не перегонит Арави, всегда будет на границе этого радиуса. Я поставлю 100 метров, чтобы было хорошо видно на дисплее, что мы с тобой настроили, да. Вот, 100 метров. И фильтр constant, что это такое? Буи, сила сигнала менее 50%, невидимый на ботере. Мы поставили специально, чтобы лишние буи не засоряли нам наш с тобой позицион ботера. Вот здесь, да. Нажимаю кнопку apply. Убедился, что все нормально. Нажмал и окей. Закрывается окно. И теперь следующее. Судно уже в автопозе. Следующий шаг, наш шаг, это нажать кнопку follow target дважды. Судно перешло в режим follow target. Посмотри, вот это и есть наш reaction radius. Вот это наше с тобой судно. И вот наш с тобой воображаемый Арави. Естественно, на курсах у нас нет самого Арави. Все здесь симулируется программно. Но что сейчас я сделаю? Я запущу Арави курсом 90%, Арави начнет двинуться. И ты увидишь, как судно будет идти за Арави, подавая сетпоинт автоматически и находясь все время на безопасном расстоянии. Или, возможно, я поставлю курс, например, 110% для нашего Арави. Наблюдайте сейчас. Хорошо, я жду. Я буду. Хорошо. Значит, на входе ты можешь увидеть, что наши Арави движения доходят сейчас до границы reaction radius. И смотри, что произойдет. Раз, reaction radius автоматом перестроился на новый. Так, чтобы Арави было в центре. Сейчас снова Арави доходит до конца границы нашего reaction radius. Action radius – это своеобразный триггер. И смотри, как судно меняет свой сетпоинт. Видишь? Да, да, да. Так, чтобы быть на границе. Сейчас будет снова изменение построения reaction radius. Смотри, раз. И добавляется автоматом сетпоинт судно. Теперь судно надо дать, что, правильную скорость. И оно автоматически будет следовать за Арави, идущим каким-то курсом. Вот так, если вкратце, да, выглядит режим follow target. Еще одно построение, вот видишь? Раз, скачок, и снова меняется сетпоинт. Ты просил тебя показать, это выглядит вот так. Отлично. Благодарю вас. Благодарю МТЦентр. Ага, закончили.